всех приветствую продолжаем путешествовать по скандинавским сагам один один водон ватан всеотец воитель верховный бог скандинавской мифологии сын бора и бедства внук бури его культ был особенно популярен у викингов связи с чем период его расцвета приходится на 8 и 9 века мореходы и пираты севера поклонялись богу который любил битвы и верили что вальхалле принадлежащим одину скрытым серебром жилище этот одноглазый бог собирает рать энхерия доблестно павших воинов похоже что именно тогда один потеснил тюра первоначально бога неба германо-скандинавской мифологии тюрк остался богом битвы а один взял под свое покровительство воинскую элиту лишь он мог во время сражения приводить дружинников в состоянии неистовой ярости когда они лишались чувства страха и ощущения воли имя одина означает шаманский экстаз одержимость близкую боевому рожу ирландского героя кухулина то что именно один занял место верховного бога показывает такую важную роль в жизни северян играла война следует однако отметить что сам бог не был подвержен воинственную экстазу он был скорее всего сеятелем военных раздоров помимо власти над дружинами смертных и доблестно павших один считался богом магии и мудрости как старейший из богов он был почитаем ими как отец его можно обвинить в коварстве кровожадности но нельзя забывать например об его образованности внутренняя борьба добра и зла у одина сродни природе индуистского бога шивы великого разрушителя создатели индийской мифологии одина часто изображали одноглазым седобородом старцем синим плаще чье лицо скрыто капюшоном или широкополой шляпы глаз бог отдал мимиру хозяину источника великой мудрости за один лишь глоток из него оставшийся глаз символизировал солнце а потерянное око символ луны плавала в источнике мимира чтобы узнать тайну мертвых и обрести дары сновидения один пронзенный собственный копьем 9 дней висел на мировом древе и грасси затем утолив жажду священным медом он получил от великана бельторна своего деда по материнской линии магические руны носители мудрости у одина была жена фрик которая проживала пасгарде она по праву сидела рядом с супругом на престоле хлицкяли откуда божественная чета могла обозревать все девять миров наблюдая за событиями настоящего и будущего один знал все что происходит в девяти мирах и в этом его помогали два брата ворона хуин мысл и мунин пам облетев мир и птицы возвращались и сидя на плечах одина нашептывали обо всем что им удавалось узнать один стоял во главе валькирий исполнительниц его воли на полях сражения однажды брунхильд помогая сигмунду отказалась повиноваться воде ну наказание брунхильд должна была прибывать на вершине холма пока ее не полюбит смертной позже бог смягчил карл окружив брунхильд огненным кольцом пройти который мог храбрейший из героев святовьями одина считали среди прочих тор бальдр хит и валь с приближением рагнарёк мудрый и ясновидящий один становится все более озабоченным если в скандинавской мифологии вселенная очищается кровью единство великана и мира поскольку божественные братья один вилле и ве убив великанов создает из его тела мир то финалом существования мира должна стать битва в богов и чудовищ и как итог всеобщая гибель предвестием рагнарёк стала смерть бальдра один был бессилен предотвратить катастрофу единственным утешением ему служило знание что возродившийся бальдр займет его место в новом мире на новой земле которая поднимется из морских пучин рост численности собранной в альхале дружины служил залогом успешной подготовки крагнарёк поскольку энхерии должны были участвовать в этой последней битве в долине вигрид где погибнут и все люди самого одина должен проглотить чудовищный волк фенрир мерзкий отпрыск бога огня лодки и великанши ангар-бод но так вкратце из скандинавской саги о одине верховном боге скандинавской мифологии пока пока до свидания вкратце